Гроб Господень. Главная реликвия человечества. Что находится внутри? Неужели нам удастся узнать главную тайну нашей цивилизации? Почему императрица Елена решила, что именно на этом месте покоилось тело Иисуса? Кто пытался украсть плиту гробницы Христа? Почему это не удалось? И какое знамение последовало вслед за этим? Конфликты, споры, войны, убийства. Сколько событий, повлиявших на ход мировой истории. Сколько диктаторов, мечтавших о власти над всем миром. Сколько авантюристов пытались здесь поживиться. Но это место всегда оставалось символом надежды, чистоты и спасения для всех нас. Теперь в этом мире все будет по-другому. Тяжелая мраморная плита медленна. Сантиметр за сантиметром отодвигается в сторону. Там, в глубине, самое главное – святыня христиан. Многие поколения верующих мечтали прикоснуться к этой плите, но увидеть своими глазами то, что находится за ней. Заглянуть в гроб Господень. Об этом даже подумать было страшно. И вот момент истины наступил. За алтарем у гроба Господня находится Белый предел. Это греко-православная часть храма. Вот она – ограда святого сотника Лангина. Почти две тысячи лет назад произошло, на первый взгляд, незначительное событие, но которое в итоге перевернуло весь ход мировой истории. Римский центурион, командир сотни, воткнул копье в умиравшего на кресте человека. Сделал это Лангин, чтобы облегчить страдания несчастного. Или, может, из служебного рвения сейчас уже трудно установить. Ему в глаза брызнула кровь Христа. И в тот же момент старый, почти слепой воин излечился от катаракты. Произошло настоящее чудо. И оно оказалось не последним. Оружие, которым был нанесен последний удар в тело Иисуса Христа, получило свое собственное имя – копье судьбы. Или копье Лангина. По преданию, оно дает своему владельцу власть над всем миром. И обладание этим оружием стало одним из самых больших искушений. Старый город – это место настоящей силы. Именно здесь сходятся политические, мистические, религиозные, исторические, военные и научные интересы всех народов мира. Здесь, в Иерусалиме, за всю многострадальную историю города погибли миллионы людей. Маленькая точка на мировой карте, где находятся гробницы Христа – это средоточие самых важных святых и подчас опасных течений, которые могут угрожать нашему миру, а могут и наоборот – спасти его. Есть секреты. Секреты, именно связанные с Иерусалимом. Я думаю, что примерно в 2021-2022 году, по крайней мере, были такие заявления неофициальные, это Ватикан может открыть некоторые тайны свои. Дело в том, что, когда состоялся еще первый крестовый поход, рыцари вывозили в Европу не только драгоценности, не только какие-то священные реликвии, но и всевозможные записи, какие-то древние документы, которые, возможно, объяснят, почему именно на этом крохотном участке земли происходили вот эти исторические страсти. Прошло всего несколько недель с того момента, как ученые вскрыли гроб Господень, и, похоже, это начало таких масштабных событий, о которых говорили еще древние. Но что нас ждет уже совсем скоро? И не приблизит ли вскрытие гробницы Господа начало суньного дня? Сейчас мы на крыше православной патриархии Иерусалима, как раз напротив входа в храм гроба Господня. И, находясь здесь, становится хорошо понятно, насколько сложно представителям всех конфессий было прийти к согласию о начале реставрационных работ. Отсюда хорошо видно простую деревянную лестницу, которая находится под окном храма. В некотором смысле она даже портит вид. Ее так и называют «недвижимая лестница». И в таком положении она стоит уже несколько веков. А в XIX веке попало в опись некоего соглашения, которое заключили между собой представители всех конфессий. Так вот, по нему нельзя ничего передвигать, трогать, не говоря уже о том, чтобы перестраивать, пока не получено согласие всех. А сейчас археологи фактически не просто приступили к реставрации, а получили доступ к главной христианской святыне. Мы входим в храм гроба Господня вместе с Денисом Златопольским, нашим проводником по святым местам. Он может показать весь храм, от земли до самого купола. Святыня поделена между шестью христианскими церквями, для каждой из которых выделены собственные пределы и часы для молитв. Но войти в храм верующие так просто не могут. Все потому, что ключи от гроба Господня в руках двух мусульманских семей. Мы – мусульманская семья, которая хранит ключи от храма, открывает и закрывает его. Вон там есть комната в монастыре 12 апостолов, где мы храним ключи. Представитель семьи, хранителей ключей от храма, узнав, что мы из России, с гордостью демонстрирует часы – подарок президента Путина. Что касается нашумевшей реконструкции святого места, то, конечно, по его мнению, она рано или поздно должна была начаться. Король Иордании пожертвовал деньги на реставрацию Кувукли. Мы считаем, что обновление храму необходимо. Ключи от христианской святыни на протяжении веков хранят две мусульманские семьи. Но почему? Есть ли объяснение этому старинному правилу? Какой в нем глубокий смысл? Неужели христиане не могут договориться сами? И почему монахи сходятся в рукопашную прямо в храме? Об этом мы расскажем чуть позже. Кто же этот человек, который сумел договориться со всеми, включая мусульман? Он скромно улыбается в бороду, так и не раскрыв секрет. Как удалось договориться о начале ремонтных работ в главные святыни христиан, в храме гроба Господня со всеми остальными? Я хочу сказать, что снятие плиты из гроба Господня – это неотъемлемая часть реставрационных работ в Кувукли. Реставрация включает в себя целый комплекс работ. Реставрируя погребальное ложе Христа, мы занимаемся реставрацией самой скалы, в которой была высечена погребальная пещера. Это он, патриарх греческой православной епархии, инициировал начало работ в часовне над гробом Господнем, в так называемой Кувуклии. Есть, правда, серьезные опасения, что работы затянутся. И как же тогда быть с миллионами верующих? Что останет с благодатным огнем, который исходит с гроба Господня, а значит и со всем нашим миром? Решение о ремонте святой Кувуклии было по благословению Божьим. Я не вижу в этом человеческой воли, а только волю Господа, в том, что Господь благословил сейчас начать ремонт святой Кувуклии. Храм гроба Господня со времени своего возведения состоял из трех частей. Храма на Голгофе, часовни и храма Воскресения. Но свой нынешний облик святыня обрела лишь в 1810 году. До этого храм несколько раз перестраивался и даже разбирался до последнего кирпичика. Но в основе своей, и в частности, и главные его святыни, и Голгофа, и гроб Господень, сам гроб Господень, они остаются на месте. Они тоже, опять-таки, архитектурно преображались, но они остаются на месте. Главные, так сказать, главные святыни всего христианского мира. Четвертый век нашей эры. Тогда на месте нынешней святыни стоял языческий храм богини красоты Венеры. В его подземелье Елена, мать византийского императора Константина Великого, и обнаружила гроб Господня. Главный вопрос. Есть ли доказательства, что это именно то самое место? Может ли быть так, что Елена ошиблась? Это была небольшая пещера с каменным углублением, ложем посередине. И именно это место указывалось в библейском писании, как место упокоения и последующего воскрешения Иисуса Христа. Гроб Господень – это место, на котором, согласно евангельским текстам, текстам Евангелия, был погребен Христос по традиционному еврейскому обряду своего времени, первого века нашей эры, первого века по Рождеству Христову. И откуда его, так сказать, останки чудесным образом исчезли, пропали, поскольку наутро после погребения, придя с тем, чтобы умастить лишний раз эти останки вторично, жены женщины из учениц Христа, следовательно принесшие благовония с собой, обнаружили, что гробница пуста, и, так сказать, возле нее сидит ангел. Это место стало средоточием всех самых сильных страстей человечества. Но, может быть, все проще. И дело не в духовном центре нашей планеты, а причиной стали всего лишь спрятанные здесь древние сокровища, и именно за ними шли завоеватели со всего мира. Все они искали обязательно драгоценности. И когда первый крестовый поход состоялся, значит, то одна из задач была перед рыцарями поставлена не только завоевать гроб Господен, но и добыть сокровища. Сокровища, которые спрятаны в подземельях Иерусалима. Иерусалим как будто притягивал к себе завоевателей и все время был яблоком раздора. Сколько раз он переходил из рук в руки. При покорении города язычником, персидским царем, в 614 году храм гроба Господня был разрушен. Потом император Ираклий Византийский завоевал обратно Иерусалим, разгромил шаха Хазроя и вернул в Иерусалим крест Господень. И вот знаменитое возвращение креста Господня – это считается как раз праздником воздвижения креста. Самым разрушительным для храма гроба Господня стало завоевание Иерусалима в 1009 году халифом Аль-Хакима, которого также называли безумным. Отец его был фанатичным мусульманином, а мать – той же фанатичной христианкой. Возможно, в этом была причина его поначалу терпимого отношения к единоведцам матери. Но продлилось это недолго, и безумие Аль-Хакима дало о себе знать. Он устроил массовые убийства христианского населения, разрушил христианские святыни, а храм гроба Господня был до основания разобран. Когда Константин Мономах в 1042 году начинает ремонт храма, потом послали сюда строителей, ему не разрешают построить вот эту часть храма. Потому что, скорее всего, туда, на восток, была мечеть халифа Амара. Поэтому он строит только крипту. Можно сказать, что нынешний храм – это дело рук крестоносцев, если не учитывать масштабную реконструкцию 1808 года. Тогда по причине начавшегося пожара рухнул купол здания. Он разрушил Кувуклию – самую главную часть храма, в которой и располагается гроб Господь. До сих пор неизвестно, была ли это случайность или умышленный поджог. С тех пор храм больше не подвергался перестройке и ремонту. 33 свечи, которые здесь вот таким образом сделали. В 13-м веке именно так подошли? Никто не знает, но в армянском пределе начался огонь, и храм гроба Господня уже пропитан маслом. Он пропитан маслом, и горел храм так в 1809 году, что купол ротонды, вот сейчас мы к ней подойдем, вот на котором мы стояли, он рухнул вниз. До судного дня осталось всего 3 минуты. Будет ли запущен последний отчет? Когда начнется апокалипсис? Ответ на этот вопрос напрямую связан с храмом гроба Господня. 10 тысяч объектов мировой культуры находятся под контролем боевиков ИГИЛ. Частные коллекционеры заказывают у террористов музейные экспонаты и фрагменты архитектурных памятников. Это люди, не имеющие никакого отношения к культуре. На что идут миллионы долларов, заработанные на черном рынке антиквариата? И какими бедами для Европы обернется этот бизнес? Документальный проект «Когда исчезнет наша цивилизация» сегодня в 20.00 на Рэмто. В 1947 году были изобретены так называемые «часы судного дня». Часы, стрелку которых устанавливает совет из экспертов, в числе которых политологи, физики, климатологи. Показывают эти часы, сколько осталось нашей цивилизации до гибели. Сегодня на циферблате без трех минут полночь. И, быть может, не стоило именно сейчас вскрывать гроб Господень. Ведь по разным пророчествам это может привести к всеобщей катастрофе, началом которой может стать одна очень важная для христиан проблема – схождение благодатного огня. Существует поверье, что когда чудо не произойдет, значит, в скором времени наступит конец света. Такое поверье, народное. Верующие люди не должны задаваться подобными вопросами. Это абсолютно неприемлемо. К тому же православная вера, да и все христианство – это разумное богопочитание. Логикея латрия, как мы говорим по-гречески. Гроб Господень, храмовая гора – эти сакральные для всего человечества территории, в которых как будто проходит нерв всего нашего мира. Не только войны древности, но и самые важные события недавних времен и современности так или иначе незримо связаны с этими святыми местами. Крымская война 19 века, которая перевернула в конечном итоге историю России и привела к отмене крепостного права, она ведь тоже началась из-за храма гроба Господня. Православные и католики не смогли поделить, кому реставрировать купол. Вопрос, по сути, был простой. Кто реставрирует, тот и владеет. Итогом конфликта стала война России против всей Европы. Дипломаты его так и называли – «Дело о куполе». В архиве вот такие толстые папки этого архивного дела. Как боролись державы, прежде всего французы со стороны католиков и Россия со стороны православных. Как боролись за то, чтобы кто должен ремонтировать, восстанавливать купол храма гроба Господня. И может ли из-за этого снова начаться конфликт России и Запада? Вот кадры Пасхи 2016 года. Храм гроба Господня в Иерусалиме. Прямо во время службы монахи разных конфессий не на шутку сошлись в рукопашную. Драка, недостойная служителей Господа, произошла между монахами греческой и армянской церквей. Какую же ценность не поделили священники? Вот те конфликты, о которых мы слышим, они зачастую происходят между коптами и эхиопами. Вот как раз на крыше храма гроба Господня. То есть вот здесь вот? Да. Ну, есть еще конфликты, которые происходят между армянами и православными, но они связаны, там другая подоплека. В действительности, такие во всех смыслах горячие споры между представителями различных конфессий внутри одного храма имеют вполне серьезные причины. Статус клоу, установленный еще во времена мусульманского правления, напрямую зависит от строгого соблюдения территориальных прав. Каждый оценков получает по кусочку храма Господня. Делится все точно до сантиметра. Потому что если ты сегодня помыла и подмела, завтра ты говоришь, что ты уже создала прецедент. А я и вчера мыла, а я и позавчера мыла. А послезавтра скажешь, это мое вообще, потому что уже несколько недель или несколько месяцев я тут подметаю. Значит, это мое хозяйство, моя собственность. Этот старый восточный закон действует в стенах иерусалимских храмов и сегодня. Кто построил, тот и хозяин. Кто отремонтировал, тот и хозяин. Кто убирает, тому и принадлежит. Если чужой попытается твои вот два квадратных метра пола подметать, мы им по шее накладем, в буквальном смысле слова, до рукоприкладства. Вот что такое вот этот так называемый статус-кво. В борьбе за сохранение статуса-кво в 2009 году представители двух родственных конфессий устроили настоящее побоище во время уборки в Вифлеемском храме. Спорный вопрос все тот же. Кому и где мыть и мести? Мирить служителей культа пришлось израильской полиции. Однако сегодня и не завтра такой спор может разгореться вновь. Стоит лишь кому-то переступить невидимую границу, какими опутаны все христианские святыни. Наши вероисповедные перегородки до неба не доходят. Да, они до неба не доходят. Но, тем не менее, вот если вы зайдете в храм гроба Господня, вы увидите эти явственные перегородки. И если вот эти вот пять или шесть квадратных метров пола только мы, православные, моем и подметаем, мы никому не разрешим мыть и подметать. Статус-кво так называют разделение власти внутри главного храма всех христиан. Шесть конфессий делят его территорию. Каждая имеет свою сферу влияния. А это каменоломня. Это материнская скала. Вот мы видим, как добывали здесь камень. И вот это предел православный. А по левую руку мы видим предел католический. Это православный, а вот это католический. Это предел ангелом? Нет, это предел обретения честного уже творящего креста. Храм гроба Господня в основном принадлежит православным грекам. Вторая важнейшая конфессия – это со времен крестоносцев католики. При этом во времена еще те же древние византийские появились в храме копты. Копт – это слово Египт. Есть еще также на крыше храма святой Елены эфиопский монастырь, то есть эфиопская церковь. И есть армянский предел, и есть армянская голгофа на втором этаже своя. У них и голгофа своя, и храм свой, и так далее. Внутри храма гроба Господня. Вот им же принадлежит еще церковь, подземная церковь Елены. Достаточно вот здесь взглянуть, и здесь над лампадами, пасхальные яйца, они все с серафимами, это все армянские. И мы понимаем, что здесь это предел только армянский. Да, вот мы везде видим лампады, здесь нет ни одной лампады другой конфессии. Здесь только армянские лампады. Вопрос шестой конфессии самый спорный. До конца 18 века на территории храма гроба Господня находились пределы грузинской православной и сирийской церквей. Но с финансовым упадком грузинской диаспоры армянская церковь выкупила ее территорию. Точно так же армяне поступили и с сирийской частью храма. Однако эта сделка оказалась спорной. До сих пор уже много лет, больше 150, во всяком случае, не решен вопрос, кому принадлежит этот предел. Потому что армяне говорят, что они его купили у сирийцев, а сирийцы говорят, нет, это мы, наши. Поэтому армяне на Пасху, один раз в году, на Пасху разрешают сирийцам служить в этом их пределе. И вот один раз в день в году – это очень нарядный, очень красивый предел. Все остальное время он грязный, закопченный, запыленный. Бесконечные споры за правообладание квадратными метрами в храме идут веками. Рыцари-тамплиеров изгнали из храма все православное духовенство, превратив гроб Господень в католическую базилику. Но после взятия Иерусалима мусульманами, судьбу храма решал полководец Салах-1. Он создал закон о шести владельцах. Каждому свой предел. Два семейства, которые будут ответственны, как бы открывать, закрывать, следить за порядком в храме гроба Господня. Чтобы вы, христиане, между собой не дрались, друг друга не огорчали, друг друга не убивали, друг друга не изгоняли с ваших престолов, из ваших пределов и так далее. И пусть от века так и будет. Ваджих Нусейбе – самый главный сторож в мире, точнее ключник. Так шутя, Ваджих называет свою работу. Старшие сыновья в его семье вот уже 1379 лет служат стражами христианского храма. Мы отвечаем за встречу патриарха Русской Православной Церкви, папы и других важных гостей. Еще мы храним святую пасхальную печать. Он приходит к дверям храма каждый день к 4 утра, чтобы открыть святыню для верующих. Массивный древний ключ от главной реликвии христианского мира весит полкилограмма, в длину около 50 сантиметров. Я использую это, чтобы открывать двери храма каждое утро. Каждое утро они приносят ключ и ждут меня. Я прихожу и открываю храм. Ровно в 19.00 Ваджих Нусейбе подходит к правой створке массивной двери храма и трижды бьет чугунным кольцом о дверь. Это знак. Храм закрывается. Если кто-то ослушается, стражник вызовет полицию. До 20-го почти века у дверей, помимо вот этой семьи Нусейба, еще была, положена была и турецкая охрана, чтобы в случае чего вмешиваться немедленно и наводить порядок. И они сидели вот слева от входа на скамеечке, они тут и сидели, они пили кофе, они курили кальян. Это страшно возмущало, конечно, православных верующих. Удивительно, но главной задачей турецкой охраны было урегулирование конфликтов между христианскими монахами. Власть в Иерусалиме менялась, и каждый новый правитель отправлял специальную стражу на защиту храма. Сегодня храм гроба Господня охраняется израильской полицией. В отличие от турецких химычаров, представители правопорядка не имеют права вмешиваться во внутренние споры. А споры в этих стенах не утихают вот уже 90 лет. В 1927 году Господь снова тронул земную ось. То есть совершилось великое землетрясение в Иерусалиме. Опять пострадал храм гроба Господня. То есть до такой степени, что через 15-20 лет после этого, в 1947 году, ну, через 20 лет, вот, ее пришлось взять в стальные связи. И вот с 1927 года до 2017 года, значит, считайте, сколько? 90 лет, да? Вот, опять продолжается разговор о ремонте храма Господня. Все технические вопросы реставрации 2016 года легли на плечи женщины. Антония Мараполу руководит всеми работами в храме. От самого главного объекта, кувукле и сложем Господа, до дренажа и канализации во всех пределах церкви. Мы открыли гроб Господень с целью защитить его от влаги и свечной копоти, чтобы принять меры для сохранения Эдикулы и части гроба Христа. Конечно, мы понимаем, что подземная конструкция храма гроба Господня – это живая система, полная туннелей, каналов с водой и цистерн. Мы все это зафиксировали, потому что наводнение может поставить под угрозу состояние Эдикулы. После реконструкции будет еще одно новшество, которое, возможно, изменит наше будущее. То, чего многие боялись и чего старательно избегали монахи. Под плитой, укрывающей ложа, в будущем появится окошко для того, чтобы паломники могли рассмотреть ложи Христа. Но не окажется ли это любопытство слишком праздным? Будет видно эту самую часть ложи Воскресения, и все паломники будут иметь возможность его увидеть. Задача, которую хотели решить представители всех конфессий, заключалась в том, чтобы сделать возможным для людей, которые приезжают сюда, увидеть часть ложи Воскресения. Просто мне трудно представить вот то чувство, которое охватит верующего человека, который придет в храм гроба Господня, и у которого будет возможность увидеть само ложи Воскресения внутри святой кулуклы. Наш гид по храму Денис Золотопольский живет в Иерусалиме 20 лет. И хорошо знает, даже передвинуть что-то в храме – это целая проблема. А ведь сейчас идет масштабная реконструкция системы дренажа и фундамента. Купты считают, что Честной Животворящий Крест был обретен не вот здесь, а в цистерне Царицы Елены. Почему сложная реставрационная работа? Там до сих пор собирается вода. Очень трудно представить, но от нас здесь вот туда камень несколько метров, и там вода. Там огромная... Конечно, там большое-большое получается, но не водохраничная цистерна. В подземельях под храмом множество пустот, которые еще со времен тамплиеров регулярно заполняются дождевой водой. Это и есть одна из основных проблем сохранности и реставрации храма. Мы уже провели большие подготовительные работы, чтобы в дальнейшем перейти к восстановлению дренажной системы. Это крайне важно, потому что эта система очень старая, времен османского владычества. Большая часть труб полностью изъедена коррозией, поэтому мы должны обязательно заняться реставрацией этой системы. В противном случае влага вызовет большие проблемы и в Кувуклии, и в самой погребальной пещере Христа. Сейчас будет круто. Это мы идем в цистерну Сарицы Элеры. Это, согласно коптской версии, место обретения честного же творящего Христа. Узкий проход, несколько лестниц, и перед глазами открывается огромная древняя каменоломня. В нее копты-христиане пускают за пять шейкелей. Когда Спаситель был распят на кресте, Голгоф, он находился вне города. Камень для строительства городских стен, его добывали вблизи стен. И все рядом со стенами Иерусалима тогда было изрыто для добычи камня. И здесь теперь собирается... Конечно, это только небольшой кусочек, но такие же полости, они находятся вокруг и под храмом гроба Господня. И с этим можно что делать? И с этим очень сложно что-то делать. Вот об этом идет разговор. Отношение верующих к реставрации все-таки неоднозначно. Большинство приняли новость о ремонте святыни с радостью. Но есть и такие, кто считает вскрытие кощунством. Для религиозного человека это вообще ничего не значит. По той простой причине, что это камень. Мы не празднуем плиту храма гроба Господня. Мы не воздаем ей честь. Это место проникнуто энергиями Божьими. И для человека оно имеет символическое значение, не больше. Плита над гробом Господня. Не случайно многие из тех, кто видел будущее, заклинали не трогать ее. Однажды уже пытались ее сдвинуть. Однако на плите появилась огромная трещина, и люди в страхе отступились. Может ли открытие гроба Господня означать начало судного дня? Вот она, та самая плита. Главная причина беспокойства верующих. К слову сказать, эта святыня не времен блаженной Елены, и даже не наследие крестоносцев. Ее на трехдневное ложе установили только в 1555 году, во время перестройки кувуклей. По преданию, предыдущую оригинальную плиту забрал на Русь легендарный новгородский богатырь Василий Буслаев. На этом столе в лаборатории части плиты, которые были демонтированы с поверхности архитектурного сооружения. Они хранятся здесь. Вы видите, это обломки, раздельные части. Мы пытаемся уплотнить их специальными материалами, затем поместим их обратно на поверхность сооружения. И на этом завершим наш проект. Помимо укреплений и реставрации основной плиты и декоративных конструкций кувуклей, сотрудники университета проводят специальные работы по укреплению стен и скального массива ложа Христа. Мы просверлили дыру диаметром 38 миллиметров, затем кладем в отверстие титановый штырь, заполняем специальным материалом, после чего попробуем щипцами подвигать его и посмотрим, оценим, насколько все крепко и посмотрим, как штырь сломается. Внутри храма иконы и лампады уже соседствуют с бетонными шалками и перфораторами, но поток паломников и туристов от этого меньше не становится. Мы в устной письменной форме разъяснили всем, что реставрация кувукли и гроба Господня ни в коей мере не будет препятствовать совершению богослужений в кувукли. Если вы были у гроба Господня, то точно видели, что там все организовано так, что эти правила и эти распоряжения соблюдались. Первый предел – это предел ангела, а второй предел – это как раз то ложе воскресения, о котором нам рассказывал профессор Марапулу. Вот, плиту, откуда подняли плиту, которая укрывала ложе воскресения. Сама кувукли обнесена забором из матовой пленки и обложена строительными лесами. Мы проходим предел ангела и через узкий лаз попадаем к ложе воскресения. Как вы видите, несмотря на то, что реставрационная работа, можно сказать, в самом начале, доступ для паломников не перекрывают, и люди по-прежнему могут заходить на то, чтобы приложиться к главной святыне христианства. Было сложно согласовать со всеми решения о реконструкции. Все в жизни сложно, если в жизни что-то простое. Эта плита красного мрамора закрывает собой камень помазания со времен крестоносцев. Вторая по посещаемости святыня в храме – место, где Иосиф и Никодим умащивали миром и алое тело спасителя перед захоронением. Сверху над плитой снова знаки отличия. Яркий пример незыблемого во всем храме статуса клоуна. Кто служит в храме гроба Господня? И среди восьми лампад мы видим четыре золотые. Четыре золотые – это православные. Мы понимаем, что по старству первые служат православные здесь в храме гроба Господня. Следующие мы видим две с серафимами. Это армянская апостольская церковь. И всегда после православной службы время армянской апостольской церкви. А вот потом время коптов – это копская лампада. И только последние служат крестоносцы. Не крестоносцы, а католик я. Православный предел за алтарем посвящен святому по имени Лангин. Именно этот римский сотник нанес смертельный удар Иисусу копьем. Сам он впоследствии принял веру и проповедовал именем Христа. История этого самого копья – одна из самых невероятных. За ним охотились короли Средневековья, потому что, по преданию, владелец этого оружия мог владеть всем миром. Копье совмещало в себе естественным образом и силу добра, и силу зла. Оно приобретало невероятную божественную мощь, но сила эта была слепа. И как ее применить? Это было решение владельца копья. Он властвует над самой судьбой. Это копье судьбы, она не просто проливала кровь, а прежде всего воздействовала на тысячи тысячи людей именно психологически. То есть можно было только достать это копье судьбы, и тысячи людей становились покорными, предавали своих вождей, переходили на сторону врага. Самым известным поклонником копья был Адольф Гитлер. Он фанатично верил, что копье Лангина даст ему возможность склонить мир к своим ногам. Копьем судьбы Гитлер в свое время назвал оружие, психологическое оружие, и психотронное, и психотропное оружие. Это разрабатывалась целая программа в фашистской Германии. Целая была создана организация, более засекреченная, чем Анненербе, организация, так называемая «Багровая мистерия». Если Анненербе курировала создание атомного оружия, то «Багровая мистерия» занималась, курировала психотропное оружие и психотронное оружие. И вот почему вдруг всплыло копье судьбы. Гитлер, известно, он увлекался и мистикой, и оккультными науками, но только в той мере, когда это можно было использовать для современной политики, для своих интересов. Византийский император Константин, владевший этим копьем, заявлял, сам Господь направляет с его помощью. Император Карл Великий и другие люди, творившие историю, владели этим копьем. Оно переходило из рук в руки внутри Германской империи, пока, наконец, в 1908-м его не увидел молодой человек по имени Адольф Шекльгрунер. Якобы вот копье Лангина, которое также стали называть копьем судьбы, оно в дальнейшем где-то по разным, если верить мифам, легендам, значит, оно у многих народов оказывалось в античные времена, и вдруг уже в средние века оказалось в Австрии, в музее. И вот там и хранилось. И Гитлер, когда, значит, ему кто-то из его советчиков сказали, что тот, кто будет владеть этим копьем, он сможет овладеть всем миром. Через 30 лет, подчинив себе Австрию, он забрал его себе. Но завоевать мир Гитлеру так и не удалось. Может быть, христианская святыня не могла помочь человеку, который попытался утопить мир в крови. Пускай одна часть этого храма будет похожа на мусульманское святилище, другая половина, пускай, будет похожа на католическое святилище, третья часть будет похожа на православное святилище. Сложно в это поверить, но именно таким был план перестройки храма Гроба Господня во время Второй мировой войны. Итальянский зодчий Антонио Парлуци даже нарисовал подробный план строительства. Начинался он с разрушения существующего храма до основания. Если бы фашистские державы победили, если бы, по крайней мере, Роммель ухватила бензина, как он планировал дойти до Иерусалима своими танковыми дивизиями, то очень может быть, что такое строительство было бы начато. Потому что это была идея итальянских фашистских архитекторов. Бои 1941-1942 на территории Ближнего Востока называют битвой за нефть. Это официальная версия. Немецкий фельдмаршал Роммель, командующий группой армии Африка, рвался к нефтяным источникам, чтобы утолить голод фашистской машины. Но сейчас все больше современных историков склоняются к мысли, Эрвин Роммель шел на Иерусалим. И главной задачей фельдмаршала было взятие святой земли и строительство особого немецкого святилища на месте храма Гроба Господня. Мечта воздвигнуть на месте святыни мечта новая и невообразимая, и тем самым вписать свое имя в историю навечно, впервые появилась еще в 1860-е годы. Императрица католического мира, французская королева Евгения, жена Наполеона III, издала даже особый меморандум. Собственно говоря, это был как бы дамский проект. Она обратилась ко всем правящим правительницам. Давайте перестроим храм Гроба Господня. Ну что он такой темный, что он такой неуклюжий, слишком старинный, архаичный. Давайте вообще сделаем на его месте такую игрушку вообще современную. К несчастью для французской императрицы ее призыв не нашел отклика. И план по превращению главной христианской святыни в подобие Версаля так и остался планом. После окончания Второй мировой это место по-прежнему оставалось центом сосредоточения самых главных событий и противоречий. Напряжение вокруг Иерусалима нарастало год от года. Здесь сходились политические и духовные потоки всего Ближнего Востока, и прежде всего арабского мира и Израиля. День Икс настал 5 июня 1967 года. Храмовая гора – это еще и место третьей по значению в исламском мире святыни – мечети Аляксы. И вокруг Иерусалима сплошь арабские государства – Египет, Сирия и Ордания. Арабские страны так активно готовились к войне за святую землю, что не на шутку напугали Израиль, и тот решил нанести упреждающий удар. Израильская армия пошла в наступление, как будто по старым немецким учебникам времен Второй мировой. 5 июня рано утром почти все действующие самолеты Израиля совершили массированную атаку на аэродромы Египта. Тут большую роль сыграла разведка, которая предоставила абсолютно полные и точные данные. Через три часа египетская авиация перестала существовать, и это имело для арабской коалиции катастрофические последствия. Затем в бой пошли танковые колонны. Они были собраны в два мощных кулака. Одним командовал будущий премьер-министр Ицхак Рабин, другим – тоже будущий премьер Ариэль Шарон. Египтяне обладали большей армией и более современными советскими танками Т-55. Но израильский удар под прикрытием господствовавшей в небе авиации на растянутые линии египтян оказался для последних фатальным. Путь на Каир был открыт. Наконец-то главным вопросом было – это взятие под контроль Восточного Иерусалима. Собственно, израильская армия кратчайший срок выполнила. Им удалось использовать низкую боеспособность арабских стран, чтобы решить кратчайший срок те задачи, которые стояли. Авиация Сирии и Иордании была уничтожена за 25 минут. Досталось и Ираку, который выступил на стороне коалиции. После шестидневной войны Иерусалим перешел под контроль Израиля. Западная часть храмовой горы, она же Стена Плача, объявлена его святыней. Есть еще один важный момент. В часовню над храмом гроба Господня попал осколок израильской бомбы. Повреждения оказались серьезными. После войны 1967 года казалось, новое государство Израиль готово к обсуждению мирного соглашения с арабскими соседями. Принцип – территории в обмен на мир. В перспективе именно это должно было вернуть Египту, Сирии и Иордании, отвоеванные у них земли. Все, кроме Иерусалима. Израильцам надо было закрепиться на этой территории. Они готовы были к любым компромиссам. Арабы прекрасно понимали, что это и своевременный компромисс. Израильцам, Иерусалим, являющийся столицей Израиля, это нечто большее, чем просто административное отделение. Это религиозное, историческое и так далее. Израильцам не уступят восточный Иерусалим, забудьте. Храмовая гора, а точнее мечеть купол скалы – главное яблоко раздора. На этом месте, согласно Ветхому Завету, Авраам по требованию Бога пытался принести в жертву своего сына Иакова. Эта гора является объединяющей для двух религий. Почему? Потому что именно с этого камня, на котором когда-то Авраам хотел принести Исаака, с этого камня и вознесся на небо пророк Мухаммед. И теперь этот камень находится внутри знаменитого святилища мусульманского, который так и называется «Купол над скалой». Противостояние мусульман и иудеев происходит на земле, святой до всего христианского мира. Открытие гробницы Христа – это уже случившийся факт. Но не окажется ли это реставрация, вкупе с праздным любопытством, чем-то вроде ящика Пандоры, вскрыв который обратно, уже не закроет. Можно ли говорить о том, что обратный отсчет уже пошел? И главное, что будет с благодатным огнем, который каждый год выносят из гроба Господня? Таинству чудесного обретения огня в пасхальную ночь больше тысячи лет, и вот теперь реставрационные и археологические работы. Не помешает ли такое грубое вмешательство человека главному чуду христиан? Ведь предание гласит, если благодатный огонь не сойдет, этот день станет последним для всей нашей цивилизации.